Какой русский не любит быстрые езды? На автоваз отправился премьер Медведев, чтобы увидеть последние новинки модельного ряда отечественных машин. Несмотря на экономические сложности и существенное падение продаж автомобилей в стране, благодаря господдержке в прошлом году автопром получил 43 миллиарда, в этом ему обещают 50, удалось не допустить остановки предприятий и массовых сокращений. Именно развитие автомобилестроения стало главной темой совещания в Тольятти. Разработать стратегию на ближайшие 10 лет поручил президент. И основной упор в этой стратегии будет делаться на импортозамещение и разработку перспективных образцов, в том числе электромобилей. Ведь к 2025 году до четверти производимых в России машин предполагается отправлять на экспорт. Отрасль получит в текущем году наибольший объем субсидий из всех гражданских отраслей. Ее цель, этой программы, заложить основу для возобновления роста производства российских автомобилей. Предполагается, что общий объем финансирования составит около 50 миллиардов рублей. Это соответствует объему поддержки прошлого года в реальном выражении. Мы сохраним основные меры, которые применялись в 2015 году. Главная из них программа обновления парка колесных транспортных средств. Кроме того, будут продолжены программы льготного автокредитования и лизинга. Мы начнем и два новых проекта. Первый – поддержка экспорта российских автомобилей и автокомплектов путем компенсации части транспортных затрат и расходов на приведение в соответствие нашей техники со стандартами покупателей. И второй – это новый этап обновления парка машин скорой и неотложной помощи. Продолжение следует... Продолжение следует...